Азербайджан 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 Армяне не хотят получать гражданство Азербайджана, чтобы мужское население не было призвано в азербайджанскую армию и не стало в этом случае участником каких-то пограничных конфликтов с соотечественниками из Армении. Вот насколько сложные обстоятельства, которые сужают поле любых маневров и договоренностей о продлении срока российских миротворцев в Нагорном Карабахе. То, что до сих пор они там находятся, ну это дань комплементарности, это следствие того, что руководство Азербайджана не хотело бы обострять отношения с руководством России, не хотело бы какой-то бросать вызов. То, что вы сказали о том, что какие-то партии политические начинают ставить этот вопрос в Азербайджане, это тоже может быть элементом игры. Если на официальном уровне вопросы никто пока не выдвигает, то на уровне общественности, политических структур постепенно этот вопрос начинает возникать. Что позволит на следующем этапе официальным властям торговаться в этом вопросе, требуя от России каких-то дополнительных жестов лояльности по отношению к азербайджанскому руководству Нагорном Карабахе. Соответственно, любые подобные жесты со стороны России только углубляют попытки создать конфликт между русскими и армянами, используются для того, чтобы дискредитировать Россию как пособника Азербайджана и так далее. Вот в какой ситуации оказалась Россия. Вся эта ситуация для России достаточно болезненная. Она в качестве исходного пункта имеет все-таки тот факт, что руководство Армении отказалось от поддержки своих соотечественников в Нагорном Карабахе и поставило их самих, а вместе с ними Российский миротворческий конференциал, в очень сложное положение. Соотечественники, армянское население вынуждены были уйти из Нагорного Карабаха, потому что Армения перестала их защищать и обращать на них внимание. А российский контингент, ну, как следствие, поскорее всего должен будет через какое-то время тоже последовать за ним. Вот что я полагаю происходит. Сейчас действительно идет движение в сторону границы Дагестана. Проводится операция, проводится с той целью и не публичится для того, чтобы избежать эксцессов. Мы знаем несколько процедентов, когда на наших миротворцах российских нападали во время не только 44-дневной войны, и в то время, когда 120 тысяч армян покидало Степанакерта и отправляло в сторону армянской республики. Я бы хотел добавить, что вывод наших миротворцев, российских миротворцев, с территории Степанакерта неизбежен. По той простой причине, что никого там больше оберегать. Вы знаете, такого рода, если идут процессы, это говорит о том, что прежних отношений между Россией и Арменией, скорее всего, уже больше не существует. Я именно говорил о руководстве, которое взяло курс на, ну, проамериканский курс. Надеюсь, что и Америка, и Европа устроят им более счастливую жизнь, чем присутствие российских миротворцев и военнослужащих на базе ГИБЛИ. То есть процесс предсказуемый был, а, к сожалению, эти прогнозы сбываются. Ну и возврат Россию в этот регион, если этот процесс не остановится каким-то образом, каким это, как говорится, немножко не моей компетенцией, но если его не остановить, то возврат Россию в этот регион, скорее всего, пройдет так же, как когда-то. А этот регион Россия отвоевала в ходе многочисленных военных конфликтов с Турцией и Персией. Он сейчас, как говорится, противник совершенно иной, это блок НАТО и его союзники. Поэтому здесь вопрос открытый, как у ДАСА это? В основной позиции России за Кавказе с помощью оружия или с помощью военных методов, не военных? Я теряюсь в догадках, кто мог бы это сделать. Но, я не знаю, турецкая диаспора, азербайджанская диаспора, у нас есть и та, и другая диаспора в Америке. Но вообще это любое преступление такого характера, это серьезно. Неважно, какая национальности, если это еврейское кладбище или армянское, неважно. Поэтому правоохранительные органы должны преследовать это. То, что я сказал, это, наверное, наиболее вероятное, скажем так, подозреваемое. Но кто мог бы это сделать? Но дело в том, что в Конгрессе признали армянский геноцид, и это может не понравиться кому-то. Я сказал, очевидно, кто мог бы, кто точит зуб против армянской диаспоры, или просто против Армении. И я не раскрыл Америку, что это может быть турецкая диаспора или азербайджанская. Сейчас, на данный момент, Иран, конечно, очень сильно ввязан в эту ситуацию на Ближнем Востоке. То есть очень сильно напряжение с Ирана с Израилем после произошедшего удара по иранскому консульству и, соответственно, отъедного удара Ирана по Израилю. В общем, на этом фоне Иран крайне заинтересован, чтобы по остальных регионах, которые прилегающие к нему, в том числе на Южном Кавказе, чтобы ему это как можно более спокойная обстановка, просто по той причине, что еще один конфликт какой-нибудь, если не дай бог разгорится, то есть Ирану совсем это не нужен. Это будет раздергивать его внимание, создавать излишнее напряжение ему на границах. Естественно, он хочет, чтобы обстановка была как можно более спокойной. Иран, в принципе, вообще за этим всегда выступал, чтобы обстановка улучшалась, мирные решения и так далее. Но в данный момент он сейчас особенно в этом заинтересован, учитывая такое напряжение, которое сейчас существует. Иран, в принципе, неоднократно на это напоминает. И то есть в том, что Азербайджан является очень крупным покупателем израильских вооружений. То есть вообще Иран, это у него одна из таких очень сильных точек напряженности, которая у него регулярно возникает в отношениях с Азербайджаном. Это именно отношение Азербайджана с Израилем. Массированные закупки израильских вооружений Азербайджаном, это Ирану, естественно, никогда не нравилось. Заявление иранского посла, в общем, оно, в принципе, вполне в канве предыдущих заявлений, которые с иранской стороны в этом деле шли. То есть просто сейчас, естественно, он говорил про напряженность в регионе. И он, естественно, что Абмян, опять же, как раз, ну, кстати, критика, то есть высказал, то есть критику конкретного адреса, то есть именно Азербайджана-израильских контрактов оружейных. Потому что это один из самых острых для Ирана вопросов. Иран, он, в принципе, в этом плане всегда особо следил за Азербайджаном. То есть из-за этого, там, можно сказать, что иногда и напряженность-то возникала в ирано-азербайджанских отношениях, то есть из-за связи Азербайджана с Израилем. То есть и вот вышеупомянутых израильских контрактах, ну, о контрактах Азербайджана с Израилем в военной сфере.